Добрый день! Сегодня мы будем решать задачи по основам гомеритонной механики. Но прежде я хотел бы сказать несколько слов по контрольной работе, прошедшей и по вашим тетрадкам. Вы получите вашу работу, вам кто-то их из группы возьмет, отдаст. Оценки стоят не везде, потому что по многим работам у меня были вопросы, я хотел бы их обсудить, прежде чем ставить оценку. Это можно сделать онлайн, я думаю, давайте этой возможностью воспользуемся, если по контрольной работе есть вопрос. И вы не имеете возможности или не хотите прийти, разбираться с ней, тогда вы, пожалуйста, сфотографируйте или отсканируйте работу целиком, потому что я должен видеть работу в целом, что там есть, а не только ту страницу, где есть вопросы. И пришлите мне на почту ваше разъяснение, либо вопросы, если вам не ясны те моменты, которые я вам подчеркнул или что я спросил. Ну, я думаю, мы в таком формате, в переписке можем решить все возникшие проблемы. Ну, естественно, лучше прийти очно обсудить, так было бы проще всего. Ну, можно онлайн, чтобы время не терять. Вот, тоже касается, ну, по заданиям лучше давайте все-таки научный формат сдачи настраиваться на обычный, стандартный. Так, из таких общих мест, так скажем, да, которые я увидел в задании и в контрольных работах, вот на что я хотел бы обратить внимание. Значит, не все усвоили метод нахождения главных мод колебаний соображения симметрии. Вот, например, берет систему, ну, условно, какая-нибудь типа вот этой, да, и начинают в лоб решать эту задачу, пишут уравнение частот там и так далее. Вот это делать не надо, все-таки здесь амплитудные векторы и частоты рассчитываются практически устно, да, вот этой методикой надо владеть. Еще раз посмотрите соответствующие семинары, как это делается, или в книжках, читайте обязательно, этим приемом надо уметь пользоваться. Это сокращает выкладки на порядок, да, и просто это некий грамотный прием, которым надо обязательно владеть. Так, это первое. И второе тоже, задача из той же серии, например, когда грузики какие-то висят в поле тяготения. Я опять несколько раз видел, что сначала ищется положение равновесия, потом отклонение от них, потом там что-то преобразуется, сокращается. А тоже вот это делать не нужно, да, мы с вами выяснили, рассмотрели такого рода задачу и поняли, что можно сразу отчитывать координаты от положения равновесия. Не нужно их искать, не нужно на это тратить время. Вот. Ну, в остальном, наверное, таких замечаний общего характера нет, там уже какие-то более индивидуальные вопросы. А, ну, пожалуй, еще с критерием Рауза-Гуровица были там просто некие опечатки, да, поэтому, пожалуйста, еще раз посмотрите, как эта матрица заполняется. И те, у кого, особенно те, кто заполнил ее неправильно, еще раз повторите этот материал. Так, теперь, собственно, тема сегодняшнего семинара, да, это основа гамильтоновой механики. Ну, прежде чем решать задачи какие-то, я хотел бы, наверное, просто задать вопрос такой. Вот по выводу уравнения гамильтона, по всяким там преобразованиям Лежандра, вопросы есть или этот материал понятен более-менее? Надо что-то повторить? Ну, только что было, да, но тем не менее. Все там понятно? Ну, наверное, все, да? Да, поэтому давайте я просто тогда с места в карьер фактически тогда пойду. Значит, ну, все-таки немножко преамбула, давайте некую скажу. Смотрите, у нас, значит, исходным пунктом является система уравнений Лагранжа с обязательностью любой правой части. Такой ситуации на практике может соответствовать что? Либо консервативные системы, да, либо системы, в которых гироскопические силы действуют, и они имеют обобщенный потенциал, да? Ну, в общем, когда есть либо потенциальные, либо обобщенные потенциальные силы. Вот, наверное, так наиболее общо можно здесь выразиться. Так, теперь дальше. Дальше мы ввели понятие обобщенного импульса, который равен Дель под Экуит и с точкой по определению, и ввели функцию Гамильтона, H, которая по определению выражается вот такой формулой. ПИТ на КУИТ с точкой с крышкой минус Л с крышкой. Что такое крышка? Крышка обозначает переменные, выраженные через набор переменных КУП и Т, да? То есть мы вот отсюда получаем функцию кусточкой, как кусточки от КУП и Т. И вот этот момент как раз мы обозначаем крышкой. Вот. Ну и, соответственно, функция Л. Это Лагранжан, в котором вместо кусточкой подставлено вот это выражение. Так, значит, после этих преобразований, после перехода от переменных Лагранжа КУП с точкой к переменным Гамильтона КУП, можно показать, что дифференциальное уравнение, описывающее движение нашей системы, имеет вот такой вид. ДАЖ по ДПИТ, и ПИТ с точкой равняется минус ДАЖ по ДПИТ. Вот. Ну, видно, что система имеет такой вот специфический кососимметрический вид, да? Вот. И, значит, из-за этого, как мы позже с вами выясним, она обладает целым рядом свойств, которые присущи именно Гамильтоновым системам, а у других эти свойства, соответственно, не наблюдаются, не имеют места. Так. Теперь ещё раз напоминаю, да, что если у нас система механическая, то её Лагранжан имеет вот такой вид. Просто сейчас мы будем решать задачу, поэтому давайте всё-таки ещё раз напишу, но без вывода. Вот кусточка транспонированная А от КУИТ, да, на кусточкой, плюс Б транспонированная от КУИТ на кусточкой, плюс ИЛ от КУИТ, тогда у нас получается, что... Да, вот это вот у нас функция Л2, вот эта функция Л1, вот эта функция Л0. Тогда у нас получается, что ПА, это у нас просто вот по этому определению, да, Дель под КУИТ с точкой, это будет А на КУИТ с точкой плюс Б, да? И, следовательно, кусточкой у нас получается равным А минус первой на П минус Б. Вот. Ну и сам Гамильтаниан у нас получается вот таким. АЖ равно Л2 минус Л0. При этом в Л2 мы должны подставить выражение кусточкой через наш импульс, да, и в результате это даёт вот такое вот выражение. Это будет 1, 2, АП минус Б транспонированная на А минус первой на П минус Б и минус Л0. Вот. Ну и последнее, что тоже у нас сегодня на лекции было, но давайте всё равно я это напишу быстренько, что если система консервативна, а в Гамильтоновой системе часто консервативна, да, то получается, что у нас Л это просто вот такая вот функция, да, Л2 и минус потенциальная энергия, да, то есть вот эта вот Л0 это минус потенциальная энергия. Вот. При этом функция, поскольку функция вот эта Л1 отсутствует, да, то видно, что вот здесь не будет Б. А Л0 заменяется на минус П. И в результате у нас функция Гамильтона будет равна просто Т плюс П, да, но, значит, вместо кинетической энергии, вернее, кинетическую энергию, мы должны подставить переменные Гамильтона. Да, забыл написать, что для консервативной системы вот это просто кинетическая энергия, да, Л2 это кинетическая энергия, Л0 это минус потенциальная энергия. Ну, Лагранжан – Т минус П, да, для консервативной системы. Ну, вообще, Лагранжан всегда так, но выглядит, но для консервативной системы... Тьфу, заговорился. Короче, Лагранжан выглядит всегда в общем случае вот так для механической системы, для консервативной он выглядит вот так – Т минус П, да, в котором вот эта матрица постоянно зависит ещё только от КУ. Время сюда входить не может. Так, короче говоря, самое основное соотношение вот это, что у нас в случае консервативной системы гамильтониан совпадает с полной энергией системы. Это можно трактовать как физический смысл функции гамильтона для консервативной системы. Вот. Ну, собственно, всё. Это та группа соотношений, которая теперь позволит нам, в принципе, любые задачи решать на эту тему. Так. Теперь давайте рассмотрим задачу, ну, скажем, 19-10. А нумерацию я беру по новому изданию нашего кафедрального сборника, да, такой, книга такого большого формата. Значит, задача формулируется вот как. Давайте я сейчас возьму лучше бумажку, чтобы нигде не опечататься. Лагранжам равен вот такой функции. А на q1 с точкой в квадрате, да, так, плюс c квадрат плюс b квадрат косинус квадрат q1 на q2 с точкой в квадрате. Вот. В этой задаче требуется построить функцию гамильтона, да. Так, ну, каким здесь способом лучше всего эту задачу решать? Обратите внимание, да, что здесь... Ну, то есть по определению гамильтониану воспользоваться, да, или как? Ну, смотрите, давайте я прокомментирую это, да, а потом всё-таки, может быть, мы по-другому сделаем. Действительно, в принципе, всегда можно в лоб любую такую задачу решить, да. Вот можно, да, можно написать, что, соответственно, p, it, d, l под q, it с точкой, да, вот, а h это по определению сумма вот эта вот p, it на q, it с точкой минус l, да, где везде подставлены переменные гамильтона, на что вот эта крышка указывает, да. Так, значит, ну, вот смотрите, ещё раз, вот мы доказали в общем случае, да, что функция устроена вот таким образом. Что у нас было во время доказательства? Что у нас происходило? Вот припоминайте на лекции, что мы там использовали и что привело нам, нас к этому выражению в итоге. ну, посмотрите, давайте я напомню ещё раз, лучше, лучше написать заново, наверное, чтобы, чтобы просто вы понимали, почему всё-таки вот такой подход в лоб, он не самый короткий, да, не самый оптимальный, хотя и правильный результат в итоге даёт. Вот что такое ПИТЭ? ПИТЭ – это ДЛ под ЭКУИТЭ с точкой, на самом деле. По определению, верно? Следовательно, вот эта штука – это не что иное, как сумма просто ДЛ под ЭКУИТЭ с точкой на КУИТЭ с точкой. Ну, крышки можно писать, тут можно написать, не важно. Вот. Ну, для единообразия лучше написать, конечно, да. Так, теперь у нас есть теорема Эллера об однородных функциях. А у нас Лагранджан включает в себя что? Вот эту однородную функцию второй степени, вот эту однородную функцию первой степени и вот эту однородную функцию по КУИТЭ с точкой, да, нулевой степени. Поэтому, применяя теорему Эллера об однородных функциях, мы с вами что получим? 2Л2 – это вот от квадратичной формы, правильно? Вот в этой сумме. Плюс Л1 – это от линейной формы. Потом Л0 ничего не даст, а тут будет что? Минус Л2, минус Л1, минус Л0. Поэтому смотрите, что получается. У нас вот это сокращается с этим. Дальше вот это сокращается с этой двойкой, а Л0 остаётся. Теперь что будет, если делать в лоб, что называется, да, что если вот отсюда выражать кусточкой, через П потом подставлять сюда, потом вот это всё преобразовывать. Вот вы просто будете в каждой задаче делать вот эти вот вещи, каждый раз, да? А потом у вас обязательно что-нибудь сократится, обязательно какая-нибудь двойка уйдёт. И вот чтобы этого каждый раз не делать, существует формула вот эта, да? То есть он будет формула А, что ты говоришь? Конечно, у вас же здесь, смотрите, вот она, значит, консервативная, она или нет, это вопрос такой философский, но скорее да, потому что здесь просто кинетическая, вот эту штуку её как кинетическую энергию можно трактовать, да, а потенциальная энергия у неё нулевая, значит, это действительно можно считать, что Лагранжан некой консервативной системы. Но на самом деле здесь можно даже вот эту физику, ну, как-то в стороне оставить. Почему? Потому что она просто имеет вот такую структуру, эту кодератичную форму, правильно? Ну и что? Ну вот его нет, значит, просто... А он нас даже и не интересует, мы же доказали, что он всегда сокращается. Вот, поэтому он даже нас интересовать не должен. То есть, короче говоря, вот в этой задаче мы должны обратить внимание просто вот на какой момент. Не думать о физической природе этой системы, да, там, консервативная, она неконсервативная, а просто заметить, что это квадратичная форма, да, по обобщенным скоростям. Вспомнить вот эти шаги, которые мы делали, и убедиться в том, что действительно тут вот фактически остается нам воспользоваться вот этими формулами. Ну, в нашем случае остается что? Просто вот из этого всего L2, правильно? В которую надо подставить вот это. Вот. А что такое B здесь? B у нас 0. Вот, кстати, я напрасно сказал, что у нас L1 не должно интересовать. Вот если бы оно было, то бы B1 появилось, да? А поскольку у нас здесь отсутствует член линейной по обобщенной скорости, то у нас здесь ничего не будет. Вот. Ну, смотрите, в общем, получается, что вот этой системе, да, соответствует матрица, вот такая матрица кинетической энергии. А вот какая матрица здесь будет, скажите мне, это вот тут. И тут просто есть момент, на котором можно ошибиться. Какая тут будет матрица А? Вот. А это не совсем правильно. Смотрите, здесь же, видите, вот, правильно, 2А. Вот тут же одна вторая стоит, правильно? Мы всегда писали одну вторую, поэтому нужно вынести сначала одну вторую, а вот потом уже писать матрицу эту, да? То есть получается 2А, 0, 0, и вот эта штука тоже удвоенная, да? 2С квадрат плюс В квадрат косинус квадрат Q1. Вот такая матрица будет. Вот. Слава богу, она у нас получилась диагональная, поэтому ее очень легко обращать, да? Будет у нас здесь единица на 2А, 0, единица на 2С квадрат плюс В квадрат косинус квадрат Q1, да? Вот. Ну и теперь, если посмотреть вот на эту формулу, то видно, да, что у нас, ну тут я уже говорил, В не будет или 0 не будет, поэтому просто мы запишем квадратичную формулу вот с этой обратной матрицей. То есть получится, что у нас гамильтониан будет равен P1, да, импульс сопряженный первой координате, на что? Так, на 2 просто, да? Плюс, только в квадрате, конечно, плюс P2 в квадрате делить на 2С квадрат плюс B квадрат косинус квадрат Q1. Ну и все вроде, да? Так, ну если у вас оказывается, что матрица более сложно устроена, ну понятно ее обращать просто чисто, так скажем, арифметически чуть труднее, хотя все это тоже записывается без проблем и выписывается в функцию гамильтона. Вот. Так, ну я думаю, больше такого плана задачи решать смысла нету, да? Понятно, что они решаются вот более-менее по шаблону. Поэтому давайте рассмотрим обратную задачу. Ну да, что я имею в виду под этими задачами? Еще раз, я имел в виду те задачи, где Лагранжан вот эту классическую структуру имеет, да? Вот рецепт. Так, теперь обратная задача. Бывает, иногда спрашивается, вернее так, задан гамильтоньян, а надо найти Лагранжану. Или, допустим, найти Лагранжану, составить уравнение Лагранжан. Ну вот, давайте такую задачу сделаем. Это номер 1915. Так, в этой задаче у нас функция гамильтона имеет вот такой вид. Это будет P1 в квадрате плюс P2 в квадрате делить на 2 Q1 в квадрате плюс Q2 в квадрате и плюс А на Q1 в квадрате плюс Q2 в квадрате. Вот. Требуется найти функцию Лагранжан. Так, ну, давайте предложения какие, как к этой задаче подступиться. Ну, давайте я подскажу, вот, чтобы к этому вопросу подойти, надо вспомнить, как мы решали предыдущую задачу, да? Ну, смотрите, в принципе, ну, а откуда вы кусочкой получите? Кусочкой? Ага. И мы всегда на кустрюлю. Правильно. Вот, смотрите, давайте все-таки некий гибрид сделаем вот из этой формулы. И опять, даже, вернее, не так. Просто применим тот же самый подход и получим общую формулу опять. Вот, лучше не будем ничего здесь делать. Вот, смотрите, действительно, у нас Q с точкой ИТ, вернее, да, по определению это что? Это ДН по ДПИТА. Собственно, мы начинали вывод уравнений Гамильтона с этого, да, мы сказали, что Q с точкой это ДЛ по ДПИТА, Фу, ПИТА с точкой это ДЛ по ДКУИТА, а ИЛ это что? Это потенциальная функция, да, преобразование Лежандра было. Дальше мы написали функцию H, сказали, что функция H это потенциал обратного преобразования и в соответствии с, только вот здесь точку забыл, в соответствии со всей этой теорией мы получили вот эту вот формулу. Так, теперь как всё-таки получить функцию L? Вот, правильно. Смотрите, L... Не-не, смотрите, вот, правильно. Вот это правильно то, что вы сказали. Смотрите, получается, ПИТА на КУИТА с точкой минус H. Только крышку мы должны рисовать где теперь? Вот здесь наоборот, да, мы должны вот эти переменные заменить на Q с точкой. Да, то есть вот отсюда мы должны получить P как функцию от Q ку с точкой ИТ, и вот дальше вот это считать переменной с крышкой. Да, то есть, короче говоря, ещё раз, L — это функция, вот потенциал вот этого преобразования, ПИТА равняется DL под и КУИТА с точкой, да, а H — это потенциал обратного преобразования. Ну и поскольку вот эта вот операция, она как раз даёт потенциал обратного преобразования, как мы с вами доказали, да, то вот её применение к H даёт нам опять L, соответственно. Понятно, да, это? Вот, теперь, но это ещё не всё, смотрите. Пусть у нас функция H опять же является чем? Суммой, допустим, квадратичной формы, ну и допустим, пусть она общего вида, пусть она опять же квадратичная, линейная и не зависящая от импульсов. Ну, правда, вот этот член, он, конечно, как мы доказали, его не должно быть, но всё-таки вот абстрактную задачу можно так поставить, да? Вот. Да, и в принципе, чего ещё тут? Вот, да, H2, допустим, у нас будет... Давайте вот так напишем, что у нас H2 это вот такая форма, 1, 2, P транспонированная, так, допустим, A с волной на P, да, и плюс B транспонированная, допустим, на P и плюс какая-нибудь, тоже с волной, да, и плюс L с волной. Ну, аналогично обозначение тем, что мы применяли для Лагранжана, да, ой, что я написал, господи, это H просто, конечно. А вот это уже в свою очередь, это вот H2, вот это вот H1, а вот это H0. Нет, я, смотрите, я сейчас хочу получить выражение для Лагранжана в предположении, что у нас функция H устроена вот так, да? Ну, просто, вот у нас тут даже она проще устроена, а я хочу решить чуть более общую задачу. Предположим, что есть линейные по импульсу члены. Ну, кстати говоря, они же там появятся, там же вот P-B, действительно, на минус первый, да, там они появятся. Вот. То есть, значит, дальше что будет? Вот это вопрос на понимание вообще происходящего, так скажем. Вот если мы вот по этим формулам, значит, вот воспользуемся этими формулами, подставим вместо кусточка вот это, то что в итоге останется из всего? То же самое, правильно. Да, правильно, да, опять же отсюда будет следовать, действительно, что или это у нас будет H2 с крышкой, да, минус H0, ну, крышку здесь не пишу, потому что он не зависит от P, верно? Вот. А что такое H2 с крышкой? Опять же, получаем чего? Получаем, что у нас Q с точкой, это вот из этой формулы следует, это будет A с волной на P, верно? Плюс B с волной. Ну и поэтому мы должны просто, опять же, теперь обратным ходом, ну, все то же самое делаем, да, написать, что P это у нас, что будет A с волной минус первой, да, соответственно, на кусточке минус B с волной, верно? Вот, ну, это вот P с крышкой, да, у нас получается. Вот. Так, ну и все, собственно, получаем, опять же, выражение, что L, да, это будет вот такая функция, это будет 1, 2, Q с точкой минус B с волной, да, транспонированная на A с волной минус первой, да, и на P минус B минус, Q с точкой минус B, верно, Q с точкой минус B с волной, и минус что? И минус H0. То есть, опять же, все абсолютно симметрично. Делаем те же самые шаги и получаем фактически тот же самый результат, верно? Вот. Поэтому данная задача, в принципе, делается, ну, все то же самое, да, вот мы должны теперь написать новую матрицу, обратить ее, и, собственно, на этом все будет готово. Вот давайте ее, раз уж мы с волной ее начали обозначать, давайте обозначим ее здесь тоже, а с волной, выпишем здесь, получается, соединиться на Q1 в квадрате, да, плюс Q2 в квадрате. Ну, тут уже тоже мы должны учесть одну вторую, видно, что вот тут просто будет вот этот коэффициент, который я написал, да. вот, значит, обратная матрица, ну, понятно, опять же, переворачивается здесь все просто. Получаем Q1 в квадрате плюс Q2 в квадрате, 0, 0, Q1 в квадрате плюс Q2 в квадрате. Так, и, собственно, L записываем. Только тут волна будет еще, да, а с волной минус первой. Вот, ну, и видно, что у нас вот эта функция вот такая. L будет равно Q1 в квадрате плюс Q2 в квадрате. Так, так, да. Так, можно даже одну вторую вынести вот здесь вот, да. А тут написать Q1 с точкой плюс Q2 с точкой. И так, так, так. И минус, да, должно быть, соответственно, минус 2. Вроде как получилось так вот, да. Ну, все, да, то есть, короче говоря, обратная задача решается фактически так же, да. Вот. Так, вопросы какие? Все более-менее понятно? Да. Так вот его выражение, вот. Ну, смотрите, вот у нас, вот в общем случае, когда гамильтанян представляет собой сумму квадратичной части линейной и не зависящей от обобщенных импульсов, правильно начал говорить, дифференцирование по P вот этой функции дает по определению вот такой кусточкой, да. Вот. Кусточка это что это? Да, аж по P2. Дифференцируем это вот по P, получаем A на P плюс B с волной, да. Следовательно, вот это выражается так, и следовательно, мы теперь вот сюда должны просто вот это выражение подставить, и получается вот такая формула. Теперь в нашем случае что у нас происходит? Вот наш гамильтанян, да. Значит, коэффициенты вот единицы вот на это число и единицы вот на это число, это диагональные элементы этой матрицы А с волной, которая здесь фигурирует. Вот они. Ну, потому что это матрица квадратичной формы, да, соответствующая. Вот. Дальше. Что такое B у нас здесь с волной? Оно у нас нулевое, потому что, видите, тут нет члена, который линейен по обобщенным импульсам. Значит, B равно нулю. И, следовательно, вот в этой формуле B у нас просто надо выкинуть, а матрицу А с волной обратить. Ну, вот я ее обратил, здесь это, слава богу, опять очень легко делается. Ну, и, собственно, вот из этой формулы получается вот тот ответ. Ну, а H0 это вот этот член, да, который не зависит от P. У него знак меняется. Минус появился. Вот. Ну, вот как-то так. Так, еще вопросы какие-то есть по поводу происходящего? Все понятно, да? Так, давайте теперь тогда немножко в сторону первых интегралов будем двигаться. Какой? Минус 2. Ой, в квадрате, в квадрате, спасибо. Здесь было действительно... Минус 2 это все правильно. Я просто... Минус 2, если вы вот на это умножите, вы получите вот тот член как раз. Ну, ну, там вот этот символ был где-то, да? 2А. 2А. А, все. Ну, я за скобки вот эту штуку вынес. Я просто... Так, камеру-то поверните, а то... Значит, смотрите. Значит, те, кто посещает семинар онлайн, так скажем, здесь была опечатка, здесь вот квадрат был потерян, а в остальном все правильно, да? Вот. Просто этот общий множественный был вынесен за скобки. Так, а теперь дальше давайте двигаться, как я уже сказал, в сторону первых интегралов. Вот. Ну, мы с вами сегодня выяснили, да, что если система уравнения Гамильтона имеет первый интеграл, который, в свою очередь, в общем случае, может зависеть от ТКУ и П, то критерием первого интеграла является вот такое условие. ДЖ по ДТ плюс сумма ДН по ДПИТ на ДЖ по ДКУИТ минус ДН по ДКУИТ на ДЖ по ДПИТ. И это должно равняться нулю. Фактически здесь просто записан критерий первого интеграла, но с учетом того, что правая часть системы наших дифференциальных уравнений Гамильтонова. Вот эта сумма называется скобкой Пуассона и везде обозначается по-разному, но я буду обозначать ее вот так, HG. И критерий первого интеграла будет с использованием этого аппарата вот так записываться. Вот. Значит, по поводу обозначения, еще раз. Ну, скобки это ладно, Ладно, насчет последовательности H и G. К сожалению, она тоже в разных книгах отличается, но в любом случае, когда вы видите скобку Пуассона, на самом деле вот эта структура всегда подразумевается, независимо от того, какая группа первая. Поэтому, когда вы читаете книгу, вы должны всегда обращать внимание, что там, как этот момент обозначен, как обозначена скобка Пуассона, в какой последовательности. Вот. Так, теперь, какие первые интегралы типичные есть у Гамильтоновых систем? Ну, во-первых, если Q катает циклическое, то, соответственно, вобщенный импульс, который соответствует, сохраняется. Вот. Ну, мы с вами знаем, да, что П катая с точкой, это что? Это минус ДН по ДК катая. Вот. Ну, а если она циклическая, то она, соответственно, не входит в функцию H, поэтому это у нас 0, и вот из этого следует сразу такой результат. Кроме того, значит, у нас есть отделимая комбинация. Вот если, например, какая-то функция Фи от Q1, Q2, Q1, P1 входит как сама по себе вот так вот, да, фаста функции H, то вот эта функция тоже будет первым интегралом. Это мы сегодня на лекции показывали, я просто напоминаю. И, наконец, последнее выражение, которое на самом деле не последнее, а чаще всего используется, это сохранение функции Гамильтон для обобщенной консервативной системы. Вот если у нас функция H зависит от Q и P, то она является первым интегралом сама по себе. поскольку этот, ну, для многих таких физически, так скажем, физических систем имеет место быть, на самом деле этот интеграл, наверное, один из самых распространенных. Так, теперь, собственно, давайте всю нашу эту теорию попробуем проиллюстрировать вот на какой задачи. Давайте рассмотрим просто сферический маятник и попробуем его в квадратурах проинтегрировать. Так, сейчас я постараюсь это аккуратно более-менее изобразить. Так, сейчас, секунду. Так, ну, пусть будет вот это расстояние R, это M, да, вот этот угол θ, а вот этот угол φ. Ну, то есть, φ – это угол между плоскостью некоторой начальной, да, которая проходит через вертикаль, вот, и плоскостью, которая также проходит через вертикаль и текущее положение маятника нашего. Вот, ну, вот это понятно, это угол между вот этой стержнем, вот этим, на котором висит маятник, да, и вертикалью. Вот, то есть, давайте составим, составить уравнение Гамильтона и проинтегрировать квадратуру. Так, ну, значит, первое, с чего начинаем здесь? Ну, наверное, Лагранжан надо записать, да? Лагранжан здесь какой будет? Кто помнит? Квадрат скорости с сферических координат. Есть такие? А, есть идеи. Ну, смотрите, его на самом деле очень легко вычислить, да, можно... Ну, R тут он не будет, да, поэтому остается так, MR квадрат на тета с точкой в квадрате плюс... Так, плюс, что тут? Плюс синус квадрат тета на фис точка в квадрате. Так, это у нас кинетическая энергия. Ну, а потенциальная тут понятно будет. Минус МЖ R на косинус тета. Так, ну, смотрите, вот если меняется обобщенная координата тета, то куда смотрит соответствующая компонент скорости? Она будет равна, во-первых, R на тета с точкой и будет касательной к окружности большого круга, который вот здесь вот проходит, правильно? Вот. Это вот эта компонента. Ну, только R квадрат здесь еще должен быть. Нет, тета почему? Вот, ну, смотрите, вот можно рассечение рассмотреть, да, вот это вот. Да, и вот R на тета с точкой. Так, звонок я слышал, сейчас закончу. Вот. Ну, а компонента, которая соответствует фи, она фактически соответствует чему? Что у вас вот эта точка вращается вокруг вот этой оси, да, на расстоянии, равном R на синус тета, верно? И смотрит ортогонально этому рисунку. Поэтому получается сумма квадратов компонента. Вот эта одна вот такая вот она, да, а вторая вот эта. Так, ну, давайте прервемся тогда сейчас. Так, продолжаем. Я выписал Лагранжан. Еще раз напоминаю, что, в принципе, эту формулу можно получить, если посмотреть, как находится квадрат скорость в ссутирических координатах. Ну, поскольку они устроены просто, сферические координаты, то это, конечно, и из наглядных геометрических соображений следует, да, потому что компонента скорости R на тет с точкой является касательной к окружности большого круга, который проходит через вертикаль и маятник. Ну, а другая компонента равна R на синус фи и на синус тет и на фи с точкой и направлена понормально к этой, да, поэтому сумму квадратов вычисляем и получаем вот эту формулу. Так, а теперь дальше. Как гамильтониан здесь посчитать? Так, давайте потом это с контрольными потом разберитесь. Так, как посчитать функцию гамильтона здесь проще всего? Ну, на самом деле T плюс P здесь проще всего работает, да, потому что очевидно, что эта система у нас... Да, я забыл написать, что здесь сила G действует. Значит, конечно, система консервативная, поэтому можно написать, что H это просто T плюс P, да. Так, теперь это я все написал правильно, но до этого есть ошибка одна. Что тут надо исправить в Лагранжане? Вот никто не заметил, а я в перерыве заметил. Плюс, конечно, да, потому что потенциальная энергия минусом же, да, а тут в Лагранжане потенциальная энергия со знаком минус ходит, поэтому, конечно, здесь должен плюс быть. Так, ну, вот, то есть, короче говоря, да, вот, то есть, вот это вот, это минус P. Вот это минус P. Вот, то есть, вот, надо вот эту формулу применить, в кинезическую энергию подставить, соответственно, обобщенные импульсы, ну, и по потенциальной энергии, понятно, ее записать просто с обратным знаком, и все. Так, ну, опять, да, что тут надо сделать? Написать матрицу эту самую, да, которая квадратичная форма. Она имеет, опять здесь, диагональный вид простой. МР квадрат, да, 0, 0, МР квадрат синус квадрат тета. Вот, обратно ей матрица, опять же, легко ищется. Вот, ну, еще раз понятно, да, всем, наверное, что если матрица устроена чуть более сложно, проблемы возникают только арифметически. Принципиально здесь ничего не меняется абсолютно в плане последовательности выкладок. Так, и тогда H у нас будет равно чему? Это будет просто P, P, так, P, Pt, да, Pt в квадрате делить на 2mr квадрат, плюс Pφ в квадрате делить на 2mr квадрат синус квадрат тета и минус mgr, да, косинус тета. Так, ну вот, все, гамильтанян готов. Так, теперь вопрос, задача такой, да, проинтегрировать эту задачу в квадратурах надо. Поэтому, конечно, раз мы собрали что-то интегрировать, то должны эти уравнения записать. Давайте запишем. Так, тета с точкой равняется до Hpdp тета, да, то есть Pt делить на mr квадрат. Так, фи с точкой равняется dhpdpφ, то есть Pφ делить вот на этот знаменатель без двойки. mr квадрат синус квадрат тета. Так, Pt с точкой равняется минус dhp, почему бы, по d тета, да. Так, ну, смотрим, что тут у нас получается. Ну, во-первых, вот это будет, да, Pφ в квадрате останется, да, потом mr квадрат останется, синус уже будет в кубе тета, да, и будет от синуса косинус производный, косинус тета. Теперь с минусом давайте разбираться. Минусов тут сколько получится? Первый минус, это минус dhpdq, да, первый. Второй минус вылезет, когда мы вот эту функцию будем дифференцировать. И производность синуса косинус, по с плюсом, поэтому в итоге плюс, да. Вот. Так, ну и тут надо продифференцировать по тета, здесь это сделать проще, да. Тут получается, что значит косинус минус синус и еще раз минус из уравнения Гамильтона, да. Поэтому получается в итоге здесь с минусом, да, минус mgr, три минуса, потому что на синус тета. Вот. Ну и, наконец, последнее уравнение pfis-точка равно нулевому. Да, это все уравнения, естественно. У нас две степени свободы, поэтому уравнение четыре должно быть. Вот. Так, 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 так. Теперь, собственно, задача стоит проинтегрировать в квадратурах. Ну, давайте вот вопрос так поставим. Есть ли тут циклические координаты, а делимая комбинация? Вот, посмотрите. Да, pfis действительно у нас получается циклическая координата здесь, да. Фу, циклическая координата и соответствующий импульс сохраняется, как, собственно, сразу видно из уравнения. Так. А мы еще из координата в квадрате есть? Нет. Мы просто из вида Гамильтоньяна это можем понять, да. Вот если какая-то координата функцию h не входит, то она циклическая. Вот у нас тут координаты какие? φ, тета, да. Тета входит, значит, она не циклическая. А фима здесь нигде не видна. Поэтому она циклическая. Тут даже уравнение не обязательно записывать. Они всегда для циклической координаты гарантированного такого типа получатся. Вот. Так, теперь дальше отделимые комбинации какие тут получаются? Ну, 3,4 да. Ну, на самом деле отделимые комбинации здесь весь Гамильтоньян вот так вот. Потому что, видите, вот это у нас константа становится, да. Вот это вот уже все вот это выражение все. Поэтому, и вообще сколько здесь получается первых интегралов тогда вот в этой задаче? Два, да? Это вот вот этот импульс ПФИ. А? Как ФИС-точка? ФИС-точкой не будет первым интегралом. Сейчас, смотрите. ПФИ у нас будет равно константе. Давайте обозначим так. ПФИ-0 и это константа. Это первый, да. Теперь, что касается ФИ, она не будет константой, потому что, видите, в этом уравнении здесь синус ТЭТа есть, а ТЭТа меняется со временем. Причем тут довольно хитро он меняется. Вот сразу, смотрите, должен такой, ну, понятно, вы только, можно сказать, увидели все эти вещи, но, в принципе, должен такой рефлекс срабатывать. Если вы видите, что H не зависит от Т, то это сразу первый интеграл. Это вот как бы такие вот ФИ не будет первым интегралом. Почему? Вот еще раз, смотрите. Что такое первый интеграл? Это функция, сохраняющаяся на решениях систему дифференциальных уравнений. Вот просто из самих уравнений для случая циклической координаты следует, что сопряженный ей импульс будет первым интегралом, он сохраняется. Сама же циклическая координата, она не сохраняется, что видно, например, для этой системы вот из этого уравнения. Хоть она и не входит, ваш габиринтониан, она сама не сохраняется. Но это и по физике, очевидно. У вас же не будет сохраняться угол ФИ, если вы возьмете эту маятню в какую-то скорость сообщите. Он довольно хитрым образом меняется. То есть, хоть она и циклическая, но тем не менее, сама она меняется и может меняться по сложному закону. Вот. А вот то, что габиринтониан не зависит от времени, явно, это говорит о том, что он сам является первым интегралом. То есть, вот, h равно константа. Вот. Так, теперь давайте подумаем все-таки, как нам завершить наше дело интегрирования в квадратурах. Вот, что можно сделать с этими уравнениями, чтобы все свести к интегралам, которые осмыслены, ну, может быть, вычисляются не очень удобно, да, но тем не менее, в принципе, вычисляются. То есть, свести к уравнению с разделяющимися переменами. Нам всю эту задачу просто нужно. Ну, смотрите, еще раз. Вам надо проинтегрировать каким-то образом в квадратурах вот эту систему четырех дифференциальных уравнений, да. Значит, всегда понижение порядка для интегрирования в квадратурах делается за счет первых интегралов каких-то. Один из них мы уже использовали, да, мы можем вот сюда поставить константу, сюда можем поставить константу, ну, и, соответственно, при интегрировании просто обращаться с этой величиной как с константой, да. Вот, нашли, да, а как им воспользоваться-то? Собственно, я вот это и хочу. Вот как им воспользоваться для получения уравнений с разделяющимися переменами. Такие задачи, кстати, типичные, задания, что-то похожее есть, но для другой механической системы. тоже две степени свободы. В принципе, достаточно похожая структура гамильтониана и похожее решение там. Ну, давайте на какое-нибудь простенькое уравнение посмотрим. Можно относительно B отлично. Тут только какого? Ну, я не думаю, что по А. Вот это. Вот это. Правильно. Только не все от этого. Относительно по Т. Смотрите, действительно, вот из этого уравнения можно выразить ПТТ как функцию чего? Как функцию как раз ТТ, да, и каких-то там как постоянных. Давайте я напишу обобщенно вот так вот. ТТ и констант. Ну, что это за констант? ТТ константы, типа массы, радиусы, вот этого вот H, да. Теперь дальше. Вот этот вот ПТТ мы можем подставить вот сюда. И вот тут как раз получается в чистом виде уравнение с разделяющимися переменными. То есть, вот это вот берем вот сюда. Вот давайте стрелочку такую кривую проведу. Вот сюда вот подставляем и получаем уравнение с разделяющимися переменными. То есть, вот это будет, да, уравнение с разделяющимися переменными. Так, если это уравнение с разделяющимися переменными, значит, мы можем его проинтегрировать и найти θ от Т. Правильно? А дальше всё начинает сыпаться одно с другим. Смотрите, если θ от Т известно, то отсюда находится. Птт от Т. А дальше что? У нас фи остаётся. Если мы θ от Т знаем, опять же, подставляем сюда, берём интеграл и находим фи от Т. Да, ну понятно, что это легко сказать, но сложно сделать, но тем не менее оно пишется. Вот отсюда видно даже, как это сделать. Ну, пишется здоровый корень такой, выражается оно без проблем всё-таки, да? Хоть и громоздкое выражение, но понятно, как это сделать. Вот, подставляем сюда, получаем дифференциальное уравнение, хоть и громоздкое, но с разделяющимися переменными мы его интегрируем. Вот, в квадратурах, да, пишем некие интегралы. Слева от функции от θ по dθ, а справа время у нас, да? Отсюда находится θ от Т. Потом дальше подставляем её сюда, находим pθ от Т. Потом сюда подставляем θ от Т, находим φ от Т. Ну, а pφ его искать не надо, это константа. Таким образом, всё, задача у нас решена. Ну, я, наверное, с вашего позволения не буду именно вот эти вот арифметические моменты писать. Они тут громоздкие, но, в принципе, понятны. Или надо пояснить что-то? Понятно, что делать? Ещё раз. Да, только там как-то там есть, будет она считаться. Ну, считаться, оно как, вы напишите просто интеграл от какой-то здоровой функции, да, некрасивой. Будет интеграл dθ на какой-то корень большой там, да, в котором будет выражение тригонометрическое от синусов к косинусов θ. То есть посчитать, конечно, вы его не сможете, скорее всего. Вот, так вот легко. Но, тем не менее, квадратура пишется. Решить задачу в квадратурах – это не значит, что в элементарных функциях решить, да. Это надо просто написать интегралы, которые осмысленные, которые, в принципе, можно посчитать как-то, численно, например, там, или попытаться там приближённо как-то оценить, то есть разными способами. Если везёт, то, конечно, аналитически бывает можно эти интегралы посчитать. Так, понятно, с этой задачей всё, да? Есть вопросы по ней? То есть, короче говоря, если составить уравнение Гамильтона и проинтегрировать в квадратурах, вы должны просто как бы увидеть все первые интегралы полученной Гамильтоновой системы, ими воспользоваться и составить уравнение с разделяющимися переменами. Вот, собственно, весь такой класс задач. Так, теперь смотрите. Я на лекции говорил о том, что... Ну, во-первых, я сформулировал теорему Якоби-Пуассона. Давайте ещё раз напомню. Теорема Якоби-Пуассона. Если у нас есть система с Гамильтонианом H, да, и есть функции F и G, которые являются первыми интегралами, то скобка Пуассона – это тоже первые интегралы. Вот. Ну, и я на лекции сегодня сказал так, что, в принципе, эта теорема иногда даёт какие-то тривиальные результаты, бессмысленно, а иногда даёт и конструктивные результаты. Вот давайте рассмотрим один из классических примеров, которые демонстрируют. А именно давайте возьмём материальную точку, которая движется просто в декартовых координатах. Вот. Ну, и посмотрим на компоненты её импульса, радиус вектора и, например, компонент вектора кинетического момента. Ну, смотрите, радиус вектора этой точки, естественно, состоит из компонентов каких? X1, X2, X3. Да? Вот. Импульс этой системы имеет координаты вот такие, MX1 с точкой, MX2 с точкой и MX3 с точкой. Ну, тут понятно, да, что обобщённый импульс, он будет совпадать с обычным импульсом. Это всегда для декартов координат, для точки так. Понятно это, да, я думаю? Вот. Так. Ну, и давайте рассмотрим вектор… Да, давайте напишем, что P будет иметь координаты P1, P2 и P3. Поскольку дальше мы будем работать именно с гаморитоновыми переменными, поэтому нам вот это вот обозначение пригодится. Почему он совпадает в альтуре? Ну, сейчас давайте я напишу, почему он совпадает. Сейчас. Ну, смотрите, вопрос прозвучал про, почему вообще он импульс с обычным совпадает. Ну, тут это просто доказать. Кинетической энергии точки это будет 1,2 M на X1 с точкой в квадрате плюс X2 с точкой в квадрате плюс X3 с точкой в квадрате. Ну, а по определению P и T это, это Лагранжан, кстати, будет, да, L равно T равно… Вот. А P и T это по определению DL по DX и T с точкой, и это как раз MX и T с точкой. Вот. Поэтому тут все как бы нормально. Так, теперь давайте еще один вектор рассмотрим. Вектор кинетического момента K. его компоненты, ну, если вспомнить первый семестр, это радиус, это вот такое произведение, да, это R на P. И они будут такими. X2 на P3 минус X3 на P2. Дальше будет X3 на P1 минус X1 на P3. Ну, и, наконец, последний будет X1 на P2 минус X2 на P1. Вот. Ну, и давайте посмотрим, что нам даст царема Якоби-Плассона. Ну, мы с вами знаем, да, что, например, ну, например, для этой точки компоненты импульса являются здесь константами, верно? Ну, собственно, тут даже можно и так сказать, что из вида функции L следует, что все координаты циклические. Напоминаю, да, что если какая-то координата циклическая в лагранжевом описании, она будет циклической в габинетонном. Ну, потому что DL под декуитой равняется минус DL под декуитой. Поэтому если какая-то из координат циклическая, то она при любом подходе такой и останется. То есть какая-то просто будет DL? Это вектор кинетического момента, просто по определению. Вот. Это радиус вектора умножить на импульс, да, векторный. Вот. Для материальной точки мы с вами знаем, да, что если внешняя сила отсутствует, то у нас сохраняются компоненты импульса и сохраняются компоненты вектора кинетического момента. И вот давайте для этой задачи, про которую мы всё прекрасно знаем, и без всех этих новых объектов, которые мы получили, вот что с точки зрения этих теорем будет. Ну, во-первых, давайте посчитаем скобки полосона P и D, P, J. Тут можно устно сразу сказать, что это получится. Ну, определение скобки полосона какое? Смолить F, G. Это будет сумма, да, D, F по D, P и T на D, G по D, Q и T минус D, F по D, Q и T на D, G по D, P и T значит, если мы вместо F и G возьмём пару импульсов, то что получим? Ноль, да, естественно, потому что тут вот везде есть компоненты, производные по Q, а импульсы не зависят от Q, поэтому будут нули, и неважно, совпадают индексы или разные индексы, будут нули. Таким образом, вот эта ситуация демонстрирует то, что бывает довольно типично, когда мы берём пару первых интегралов, интегралов, да, потом применяем вот эту, в надежде получить новое, строим скобку полосона, а вместо чего-то нового получаем, ну, тривиальную какую-то константу, вот ноль, да, ну, бывает тогда. Теперь давайте посмотрим менее тривиальную ситуацию, а именно давайте возьмём две компоненты вектора K. И заодно я сейчас покажу одно обозначение, которое в этих выкладках бывает удобным просто. Ну, некий технический приём. Ну, давайте лучше здесь даже его продолжим. Посмотрите, вот эту индексную запись можно ещё записать в виде вот такого вот векторно-матричного вида. Смотрите, вот можно записать вот это, как градиент по P от функции F. И транспонированный причём. Ну, на самом деле, там, ну да, давайте будем считать, что градиент, вот этот градиент по P от F – это вектор столбец. Вот, хотя там, если глубже во всякие дела лезть, там обычно по-другому считают, но тут для удобства давайте так договоримся просто, что вот это вектор столбец. Поэтому, чтобы получить вот эту сумму, мы должны его транспонировать и умножить вот на этот вектор столбец. А этот вектор столбец, что из себя представляет? Градиент по Q от функции G. Ну, а тут ситуация обратная. Градиент от функции F по Q транспонированный, и мы умножаем на градиент функции G по P. Вот, значит, чем эта форма записи удобна? Смотрите, можно взять просто здесь, написать строчку производных по P от одной функции. Вот тут столбец производных по Q от другой. Ну и тут, соответственно, сделать то же самое, но в обратном порядке. Здесь столбец будет, строка, вернее, по Q, вот тут столбец по P. То есть это просто удобно наглядно выписывать, ничего более. Просто аккуратная форма записи. Потому что если вы умеете там индекс эти держать, то, ну, как показывает практика, здесь ошибиться легче. А когда вы просто подряд выписываете все эти производные, то этот более такой монотонный, понятный процесс, да, он обычно удобнее. Ну и вот давайте здесь сделаем вычисление с помощью этого приема для двух компонентов вектора K. Допустим, давайте посчитаем K1 и K2, скобку по основным. Так, ну, смотрим. Здесь мы должны первым продифференцировать вектор K1, да, по импульсам. K1 у нас вот эта, да, величина. Давайте напишем. Вот это вот K1, K2, K3. Когда мы дифференцируем по этим импульсам, то что у нас здесь получится? Смотрите, первый компонент какая будет? Как их два, смотрите. У нас первый импульс равен нулю, поэтому ноль. Теперь дальше. Дифференцируем по второму импульсу, получаем минус X3. Дальше дифференцируем по третьему импульсу, получаем X2, да. Так, теперь вот эту функцию, вторую, K2, мы должны продифференцировать по Q, то есть по X. Получаем минус P3, правильно? Так, теперь дальше. Дифференцируем по X2, это ноль. И дифференцируем по X3, получаем P1, правильно? Дальше минус. Дифференцируем, наоборот, по этому самому, по Q-функцию... К1 мы должны продифференцировать по Q, то есть получается на первом месте опять ноль, да? Ноль, P3 минус P2, да. Вот, и теперь мы должны K2 продифференцировать, наоборот, по P, правильно? K2 по P у нас получается X3 ноль минус X1, да? Вот такая штука. Вот. Ну, видите, да, что достаточно удобно, потому что тут монотонно вычисляете, берете одну функцию подряд, вычисляете производные по одной переменной, чем если бы вы брали сумму, каждую компоненту считали, там что-то расписывали, ну, то есть больше вероятность где-то что-то не так сделать, чем когда все вот так вот наглядно выписывают. Так, теперь смотрите, умножаем, получается, что X2 на P1, а тут у нас минус X1 на P2, минус X1 на P2. Так, и у нас получилось что? Это у нас фактически минус K3, правильно? А вот этот результат уже менее тривиален. Видите, получилось, что мы взяли два независимых первых интеграла для свободной точки, K1 и K2, сконструировали скобку Пуассона, оказалось, что она тоже будет первым интегралом, и он, этот первый интеграл, он независим, да, от двух других. Кстати, насчет независимости, да, ну, я думаю, помните, поскольку это недавно было на лекции, независимость первых интегралов подразумевается как функциональная независимость, да, то есть, и проверяется она обычно как? Берется матрица градиентов, да, и строится ее, и проверяется ранг этой матрицы. Если они независимы, то ранг полный, если зависимы, то ранг этой матрицы неполный. Значит, в некоторых случаях можно не делать эти выкладки, можно не писать матрицу, а в частности, вот, ну, тут это не очевидно, нет, здесь все-таки они перемешанные, переменные, поэтому тут лучше написать ранг. Вот, ну, и вычисление этой, запись этой матрицы показывает, что ранг будет полным, и эти первые интегралы независимы. Это пример того, что теорема Якоби-Поассона дает не всегда тривиальные результаты, да? То есть, вот этот пример показывает, что вычисляя скобку Поассона двух первых интегралов, можно получить бесполезный результат, типа нуля или константы, а вот этот результат показывает, что это не всегда так, да, что можно взять, посчитать скобку Поассона и получить новый независимый первый интеграл. Вопрос, а вообще, ранее нам неизвестно, что Катриэр это полный первый? Не полный первый. Смотрите, конечно, известный пример этот иллюстративный, да, но не всегда все так устроено, да? И эта задача, она как бы от обратного идет. Вот мы про эту систему знаем все, да, ну что ли, из физики, там, из механики, там чуть ли не школьный, правильно? Поэтому мы взяли и посмотрели, а что же будет, если мы применим вот этот новый для нас аппарат к этой задаче? Что из этого получится? И вот убедились, да, что здесь получился результат тривиальный, а тут из двух первых интегралов независимых мы построили третий независимый. Чисто иллюстративная задача. Здесь, конечно, ну вообще, господи, ну точка по инерции движется, скидут глубины могут быть и открытия. Ничего там, в принципе, особо интересного быть не может. Ну и все-таки это не векторное произведение, оно же, да нет, все-таки векторное произведение, оно из пространства, во-первых, оно только трехмерное пространство определено, во-вторых, оно... Ну, сложно сказать прямо, почему именно так? Ну вот так оно получается, посчитали, получилось. Сложно, наверное, какую-то физику под это дело подвести. Так, значит, дальше, дальше вот, смотрите, у нас время уже, а, время есть еще небольшое. Давайте вот какую задачу посмотрим. Так, ну, известно, что лагранжан релятивистской частицы имеет вот такой вид. Давайте найдем гамеритониан соответствующий. Вот, ну, как я уже говорил, да, лагранжев формализм, он используется не только в классической механике, но и физике в целом. Вот, пожалуйста, пример, да, вот, оказывается, что свободную релятивистскую частицу можно вот таким лагранжаном описать. Так, теперь надо найти гамеритониан. Вот давайте подумаем, как подступиться к этой задаче. Это некое расширение горизонтов, да, потому что мы с вами до этого говорили, что у нас лагранжан-то квадратичная форма, линейная форма. Вот тут, да, вот тут, к сожалению, только по определению у нас действует. Да. Поэтому давайте это дело проведем здесь, посмотрим, что в результате получится. Вот, ПИТ будет у нас равно ДЛ по ДХИТС точкой, да, И это будет равно на чему? Значит, это будет равно у нас так, МХИТС точкой, да, АС в квадрате уйдет, да, и тут будет корень у знаменателя. Так, согласны с этим выражением? Так получится? Ну, вроде так, да? Единица на два корня, ну и тут правильно, дифференцируем, двойка выходит, С квадрат с этим, С квадрат сокращается. Вот, ну а Гамильтониан придется читать по этой формуле. Вот, теперь возникает вопрос, а как нам, собственно, Х точкой вылезет из этой формулы? В каком виде тут можно попробовать искать решение? Ну давайте подумаем, вот, что обращается на себя внимание в этом выражении? Какая симметрия есть? Ну да, то есть тут есть некая такая вот, ну, фактически формула, она изотропная, да? Вот, например, можно написать, что сумма квадратов вот этих компонентов, и тут получится тоже сумма квадратов, правильно? Поэтому это наводит на мысль, что искать это выражение можно вот в каком виде. Х и Т с точкой равно Ф от П на П и Т. Что такое П? П это просто модуль вектора П. Ну, то есть, еще раз, из-за того, что это выражение изотропное, давайте попробуем подобрать такую функцию, чтобы вот, ну, чтобы левая и правая части совпали. Вот, ну, значит, смотрите, получаем, что П и Т равняется Ф, давайте так просто сокращенно обозначим, да? Так, только не Ф, а М на Ф, да? М на Ф. Так, дальше, единица минус, корень квадрат, наверное, да? Единица минус что? Минус, тут получается, что у нас тогда? П квадрат, Ф квадрат, да? делить на С квадрат, так, да? Это, да, П и Т тут еще должно быть. Согласны, да, с этим? Так, теперь дальше получается, что, соответственно, П и Т у нас благополучно уходит, и получается вот такое уравнение, единица минус П квадрат, Ф квадрат, делить на С квадрат, будет равняться чему? Будет равняться М квадрат на Ф квадрате. Так, да? Вот, следовательно, ну, давайте это дело еще умножим на С в квадрате, и получим тогда вот такое выражение, да, что Ф это будет что? это будет С, так, ладно, давайте С квадрат минус П квадрат Ф квадрат равно М квадрат С квадрат Ф квадрат, да? И таким образом получается, что Ф равно С на корень квадратный из чего? Из П квадрат плюс М квадрат С квадрат, да? Вот такая функция получилась. Вот, ну, а дальше, конечно, надо все это дело вот сюда подставить и посмотреть, что в результате останется. Вот, ну, кроме того, что мы сейчас получим гамильтониан релятивистской частицы свободной, эта задача иллюстрирует еще что? Что, когда действительно, когда у нас функция или устроена каким-то нестандартным для механики образом, мы должны пользоваться определением просто для вычисления функции H. Итак, H равняется так, Х у нас чего? Это вот получается F, да? То есть, вот эта вот функция С делить на корень квадратный из М квадрат С квадрат плюс П квадрат. Правильно? Так, дальше что у нас тут будет? Смотрите, P квадрат просто появится, правильно? Вот если мы вместо Х-точки поставим вот это выражение, тут крышку я забыл, вот, поэтому будет просто P в квадрате, да? То есть, да, P в квадрате просто, правильно? Сумма квадратов получится. И что? И минус L, то есть, плюс MC квадрат. Так, ну, а вот здесь мы должны тоже взять и записать то, что у нас здесь получилось. Так, что тут получается? Смотрите, единица минус минус что тут будет? Минус F в квадрате, да, на P в квадрате делить на C в квадрате. Вот так вот, будет? Вот, ну, давайте преобразуем CP квадрат на M квадрат C квадрат плюс P квадрат, да, тут будет вот такое выражение, плюс MC квадрат, тут будет соответственно, так, тут будет у нас чего? C квадрат минус так, F в квадрате на P в квадрате, это что такое будет? Ну, понятно, тут будет, ну, в общем, короче, понятно, если мы это дело досчитаем, то в результате получится некий результат, да, который выражает, гамеритмяна литивистской точки. В общем, тут осталось просто досчитать. Короче говоря, да, давайте я не буду уже на это время тратить, там выкладки понятные, просто надо доделать, там в итоге получится корень квадратный вот такого типа и там, вот, главное, еще раз метод, вот, обратите внимание, что здесь Лагранжан не механическая структура, поэтому мы использовали определение. Во всех остальных случаях, кроме таких, для классических механических систем надо использовать стандартные, те формулы, вернее, которые я вам писал, да, что H это либо L2-L0, либо T плюс P, если система консервативная, да, вот, ну, здесь, понятно, остались только некие преобразования, которые в итоге сворачиваются в довольно компактную формулу. Так, ладно, на этом давайте закончим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok